И так свершилось. Белоруссия, наконец, перешла от слов к делу и начала отправлять свои нефтепродукты не через соседнюю, но враждебную Литву, порт Клайпида, а через Россию. Первые партии бензина и мазута направились железнодорожными составами в нашу усть-лугу. Для Вильнюса это крайне тревожный звоночек. На его примере Москва и Минск стремятся показать Прибалтики и другим соседним недружественным странам, что не стоит кусать руку, которая их кормит. Но сделают ли верные выводы литовские власти? Судя по всему, нет. Сразу после выхода из состава СССР, три прибалтийские республики сделали ставку на евроинтеграцию и отказ от всего советского наследия. В соответствии с рекомендациями старших товарищей из США и Западной Европы, они практически полностью избавились от своей промышленности и пошли курсом на полную энергетическую независимость от Российской Федерации. Взамен Рига, Таллин и Вильнюс были включены в состав ЕС и НАТО и начали получать европейские дотации на поддержание штанов. Прямым следствием такого западного выбора стала фирменная русофобия Прибалтики, на которую Москва длительное время закрывало глаза. Почему, понять нетрудно. И российские, и белорусские экспортные товаропотоки на Балтике традиционно шли через порты Литвы и Латвии. Все начало меняться, когда в Кремле, наконец, решили переориентировать их на наши Санкт-Петербург и Усть-Лугу. Были вложены большие средства в строительство новых терминалов и расширение портовых мощностей. Уже не первый год Прибалты бьют тревогу, отмечая постоянное снижение объемов российского транзита. И вот теперь примеру Москвы вынуждено следует и Минск. Проводи Вильнюс чуть более адекватную политику, вероятно, Беларусь и далее пользовалась бы удобным транзитом через соседнюю страну. Но литовские власти такие, какие они есть. Поэтому примерно половина объемов белорусских нефтепродуктов теперь пойдет через российскую Усть-Лугу. Чтобы батька вдруг не передумал, на ближайшие три года он связан контрактом по принципу «бери или плати», то есть, должен будет оплачивать услуги отечественных терминалов, даже если зачем-то решит продолжать пользоваться литовским транзитом. Велика вероятность, что следом за бензином и мазутом, Минск начнет отправлять через наши порты и свои калийные удобрения. И что вы думаете, Литва сделала из этого какие-то правильные выводы? Вовсе нет. Теперь там думают, как можно наказать Россию и Беларусь. Давайте посмотрим, что они там удумали. Вернемся к тому, с чего начали. Выйдя из состава СССР, Прибалтика взяла курс на экономическую интеграцию с Западом, почему-то наивно считая, что там медом намазано. Практически сразу же, в 1992 году Литва начала переговоры с соседней Польшей о строительстве газового интерконнектора с тем, чтобы избавиться от энергетической зависимости от РФ. Однако реально подвижки стали происходить после, на рубеже 2008-2009 годов. Соглашение о строительстве Джипл Гэс Интерконнекшн Поуланд-Литвене, было подписано в 2015-м после событий на Украине. Это газопровод длиной 552 км, который должен соединить Прибалтику и Финляндию с единым газовым рынком Евросоюза. Проект признан имеющим важное значение для всего ЕС, поскольку снижал зависимость бывших советских республик от Газпрома. Отметим, что его особенностью является возможность прокачивать газ в обоих направлениях. По направлению Польши, Литва, на уровне 2,4 миллиарда кубов в год, а из Литвы в Польшу, 1,9 миллиарда кубов в год. Почему это так важно? Потому что Вильнюс все так же наивно рассчитывал, что старшие товарищи ему позволят стать региональным газовым хабом. Для обеспечения собственной энергонезависимости, а также выхода на новые рынки, за счет перепродажи излишков СПГ, Литва приобрела плавучий регазификационный терминал, ВСА, с соответствующим громким названием. Об амбициях Вильнюса можно судить по следующему заявлению. Когда Джипл появится в сети, мы ожидаем начать экспорт газа в Польшу, аналогично тому, что мы сделали в Финляндии. Потенциально большая часть газа будет СПГ из Клайпецкого порта. Помимо польского энергетического рынка, литовцы рассчитывают и на украинский, перепродавая Киеву жиженый природный газ. Вот такая вот страшная месть. Но планы Вильнюса разбиваются о суровой реалии внутриевропейской конкуренции. Польша сама рассчитывает стать крупным региональным газовым хабом, составив конкуренцию не то, что маленькой Литве, а самой Германии. И Варшава достаточно много для этого уже сделала. Построен СПГ-терминал в Свиноусьце, мощность которого поляки намерены увеличить в полтора раза. А также запланировано строительство еще более мощного плавучего терминала в Гданске. Подписаны долгосрочные контракты на поставку идеологически правильного американского СПГ. Также Варшава получит дополнительно 10 миллиардов кубов газа в год из Скандинавии по строящемуся трубопроводу Baltic Pipe на замену российскому. Что важно, планы руководства Польши полностью соответствуют концепции объединения балтийского энергетического рынка по газу Baltic Energy Market Interconnection Planning Gas, BMIB Gas. А вот литовский СПГ-терминал в него почему-то не попал. К слову, тариф на прокачку газа из Литвы в Польшу на 54% выше, чем в обратном направлении. Такие вот интересные дела происходят в цивилизованном западном мире со стороны старших партнеров к младшим. По большому счету, Джипл это нечто вроде уменьшенного по объемам польского аналога Северного потока-2, по которому Варшава получит доступ к рынку Прибалтики и Финляндии, перепродавая излишки норвежского и американского газа. И места Литве в этих планах нет. В этом контексте планы Вильнюса наказать Россию, отобрав у нее долю энергетического рынка, ничего, кроме горькой улыбки, не вызывают. Ох, не на ту лошадку поставили Прибалты.